МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы хотите знать то, о чём не пишут в учебниках и не сообщают в новостях? Какие тайны скрываются в прошлом и будущем нашей планеты? Если вы хотите раскрыть секреты нашего мира, давайте это делать вместе прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Японский изобретатель создал капсулу спасения от наводнений. Как выглядит аппарат? Из чего он сделан? И сколько стоит новомодный ковчег? Внутри расположены сидения с ремнями. Предусмотрен пандус для инвалидов, чтобы они могли быстро попасть внутрь. Есть радиостанция и GPS-навигатор. Учёные ищут способы предотвращения всемирного голода. Почему эксперты прогнозируют глобальный дефицит продовольствия? На чём основаны технологии приготовления искусственной пищи? Какой будет на вкус еда будущего? В Торонто уже давно работает кондитерская, где продают сладости с насекомыми. На самом деле лучше всего есть их живыми. Так они сохраняют все свои питательные свойства. Глобстеры, подводные гиганты. Опасны ли они для человека? Почему учёные ничего не знают об их происхождении? Кто скрывается на дне океанов? Останки загадочного монстра были покрыты бледными маслянистыми волокнами, похожими на волосы. Что такое красная ртуть? Пропагандистский проект СССР времён Холодной войны? Или вещество, способное стать основой нового супероружия? Почему в Казахстане скупщики охотятся за советскими холодильниками? Красная ртуть – это же было… Ох, ох, красная ртуть – один грамм, миллион долларов. Сенсационная находка археологов. Стены неизвестного дворца найдены под тюрьмой атаманской эпохи. Кому принадлежала постройка? И почему эксперты предполагают, что на этом месте мог проходить суд над Иисусом Христом? Именно в этом месте был вынесен ему смертный приговор по антимпилатам. Кровавые реки и дожди. Как объяснить эти шокирующие явления? Может ли это быть следствием токсичных выбросов? И станет ли обычным для нашей планеты такой новый вид осадков? Выдвинули такую гипотезу о том, что раз нет ДНК, значит, какая-то иная форма биологической жизни. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Японский изобретатель Сёдзи Танако создал индивидуальную спасательную капсулу. Он считает, что она может сохранить жизнь человеку во время наводнения. На разработку аппарата конструктора сподвигло цунами 2011 года. Тогда стихия унесла жизни более 15 тысяч человек. Сёдзи является владельцем компании «Космопауэр». И, по его словам, их фирма уже получила предварительные заказы на 704-х местных ковчегов. В основном их сделали семьи рыбаков и жители прибрежной зоны. Как выглядит индивидуальный аппарат? И может ли это изобретение действительно спасти жизнь? На этих кадрах первые испытания так называемого ковчега 21 века. Инженеры говорят, что капсула, похожая на гигантский теннисный шар, способна выдержать столкновение с самолётом, падение с небоскрёба и удар цунами. Диаметр чуть меньше полутора метров. Она сделана из армированного стекловолоконного пластика. Материал прочный, но очень лёгкий. Разработчики утверждают, что весит такая сфера всего около 50 килограммов. Наша капсула сферической формы. Во время цунами вода как бы сжимает предметы в тиски. Сфера будет парировать эти удары. Кроме того, сфера будет гарантированно держаться на плаву. Покрашена капсула в ярко-жёлтый цвет, чтобы её легко обнаружили спасатели. Она рассчитана на семью до четырёх человек. Некоторые исследователи сомневаются, что такая конструкция будет полезна в условиях реальной катастрофы. Потому что в этом шаре пассажиры будут вращаться, как в стиральной машине. Так что переломов не избежать, уверены медики. Но это не единственная японская разработка средств спасения. Вот ещё одно укрытие, рассчитанное на компанию до 20 человек. Бронированный трейлер «Сейв Плюс». Офисная версия. Вы спасётесь вместе с коллегами. Длина нашей капсулы 6 метров. Высота 2,3. Внутри расположено сидение с ремнями. Предусмотрен пандус для инвалидов, чтобы они могли быстро попасть внутрь. Есть радиостанция и GPS-навигатор, если бункер унесёт в открытое море. Мы также предлагаем дополнительные опции в виде солнечных батарей и огнеупорного покрытия. Политологи заявляют, что Япония и США сейчас серьёзно готовятся к ядерному удару со стороны Северной Кореи. Ким Чен Ын обещал стереть Токио и Вашингтон с лица земли. Корейская ракета, как утверждают эксперты, способна долететь до столицы страны восходящего солнца всего за 10 минут. Каждый зажиточный японец хочет иметь личный бункер. Но в Японии дефицит места, так что строить подземные убежища просто негде. Вот поэтому здесь пользуются спросом такие защитные сферы, которые можно легко перевозить и удобно хранить. Многие жители Токио пытаются превратить свои дома в настоящие крепости. Специалисты говорят, что азиатские миллионеры сейчас массово скупают очистители воздуха. Эти гаджеты, как обещают производители, не пропускают радиацию и ядовитый газ. Стоит такое устройство больше 5000 долларов. Но оно уже в дефиците. Что это на самом деле? Компания по спасению нации или коммерческий трюк? Психологи считают, что страх может заставить людей отдать любые деньги. Я думаю, что максимальный успех этого проекта, он заключается в том, что люди заработают от 15 до 50 миллионов долларов максимум, в зависимости от того, насколько долго и активно будет нагнетаться истерия в Корее по поводу ядерной войны. Вот и все. Если она завтра потухнет, то послезавтра исчезнет и спрос. В конце августа этого года Япония вновь содрогнулась от мощного землетрясения магнитудой 5,7. Страна восходящего солнца находится в одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Так что эксперты по выживанию считают, капсула спасения, хоть и не убережет своего хозяина от ядерной зимы, зато с большой вероятностью сможет защитить от природных катаклизмов. ООН спрогнозировало наступление голода в 2030 году. Согласно докладу Продовольственной комиссии, объемов еды, производимых современным сельским хозяйством, на все человечество не хватит. Без пищи рискует остаться более 60 миллионов человек. Какие технологии предлагают ученые, чтобы решить эту проблему? Каким образом человек собирается добывать искусственную пищу и какой она будет на вкус? Стакан воды приправить микробами и добавить углекислого газа по вкусу. Вот рецепт изысканного научного блюда, полезного и питательного. Правда, финские ученые признали, что на вкус вещество оставляет желать лучшего. Эта смесь на 50% состоит из белка и на 25% из углеводов. В ней также содержатся жиры и нуклеиновые кислоты. По консистенции это больше похоже на порошок. Чтобы утолить голод, взрослому человеку придется съесть целую кастрюлю этой смеси. Эксперты говорят, что сейчас в лабораториях по всему миру биоинженеры пытаются создать разные виды синтетической еды. Но процесс производства пока слишком дорогостоящий. И в промышленных масштабах такую продукцию не изготовить. Тем временем энтомологи советуют всем гурманам присмотреться к насекомым. Жуки в шоколаде, сверчки в маринаде. И это не шутка, а предложение меню. Не аппетитные на вид, но изысканные на вкус, уверяют повара. В Торонто уже давно работает кондитерская, где продают сладости с насекомыми. На самом деле лучше всего есть их живыми. Так они сохраняют все свои питательные свойства. Но людям пока трудно свыкнуться с мыслью, что еда может шевелиться во рту. Поэтому повар сначала запекает личинок, а потом покрывает их шоколадной глазурью. Эксперты уверены, что все человечество рано или поздно станет насекомоядным. Евросоюз уже выделил более трех миллиардов евро на исследование пищевой ценности членистоногих. В свершках много кальция, а термиты, например, богаты железом. Например, в котлете из говядины содержится примерно 24% белка и 18% жира. В кузнечике 20% белка и всего 6% жира. То есть съев одного кузнечика, вы получите примерно столько же полезного белка, сколько от котлеты. И не поправитесь при этом. В Китае и Таиланде жуки и скорпионы – это часть национальной кухни. Психологи уверены, что и европейцы скоро тоже пересмотрят свой рацион в пользу такой пищи. Даже появилось движение энтомофагов – так называют себя любители членистоногих деликатесов. И оно сейчас при поддержке СМИ набирает популярность во всем мире. Если бы их правильно готовили, правильно преподносили, и у нас бы они, возможно, пользовались спросом. То есть здесь работают рыночные механизмы. Если на этом можно зарабатывать, и это безопасно, это вкусно и так далее, то, конечно, надо развивать, надо просто приветствовать. Еще в 2013 году ООН предложила накормить голодающих насекомыми. Пропагандой этой еды решили заняться голливудские звезды. Для этого недавно актриса Анжелина Джоли устроила показательный ужин. Вместе со своими детьми перед объективами телекамер она отведала аппетитных тарантулов. Далее в программе. Морские гиганты-глобстеры. Кто они такие? Опасны ли для человека? И чего мы не знаем об обитателях подводного мира? Останки загадочного монстра были покрыты бледными маслянистыми волокнами, похожими на волосы. Куплю советский холодильник за любые деньги. Зачем скупщики разыскивают раритеты советской эпохи? Что такое красная ртуть? И почему за ней охотятся все мировые спецслужбы? Красная ртуть, это же было ох, ох, красная ртуть, один грамм, миллион долларов. Странное существо нашли археологи в Крыму. Что это? Неизученный вид человекообразных? Или на земле много веков назад действительно жили представители неизвестной расы? Почему такая голова? Ну, ответ напрашивается очень простой. В этой голове достаточно много знания и умения. В Иерусалиме археологи откопали неизвестный дворец. Кто мог жить в этом здании? Почему на его месте оказалась тюрьма? И что связывает находку с Иисусом Христом? Если посмотреть хронологию событий, то мы видим, что именно в этом дворце происходил суд над спасителем Христом. Летающий мегаполис. Жители Китая сняли на видео целый город с небоскребами в небе. Как это явление прокомментировали ученые? Почему уфологи считают, что видение было послано человечеству с других планет? Если говорить о видении с научной точки зрения, то в тысячах километрах от иллюзии проходит корабль, оптически приближенный гигантской линзой. Дожди и реки из крови. Откуда взялись красные осадки? Как ученые объясняют такой странный цвет? Может ли это быть следствием жизнедеятельности человека? И насколько опасна эта вода? Вот эти дожди, которые выпали в Индии, они все имели такой запах крови животных, забитых. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Это так называемые глобстеры. Морские чудовища. Неопознанная органическая масса, которую находят на берегах океанов после шторма. Их изучением занимаются криптозоологи. По словам экспертов, чаще всего монстры оказываются разложившимися трупами акул или китов. Но так бывает далеко не всегда. Могут ли эти странные тела быть останками неизвестных науки видов? Какие сенсационные открытия удалось сделать ученым? Весной 2016 года жители Мексики испытали настоящий шок. На побережье океана пляж Бонфилбич в Акапулько выбросило гигантского монстра. Страшно представить, но его бесформенное и полуразложившееся тело достигало 4 метров в длину и весило почти 3 тонны. Мексиканские ученые долго изучали находку, но определить, какому виду принадлежит это странное существо, они так и не смогли. Если что-то претерпело процесс разложения и выброшено на берег, то может меняться форма настолько, что вы не просто вид не узнаете, вы в этом виде увидите какой-то другой вид. Сведения о гигантских тушах, выброшенных на берега морей и океанов, поступали и раньше. Впервые подобную находку зафиксировали после сильнейшего шторма у одного из аркнейских островов Шотландии еще в 1808 году. Очевидцы утверждали, у этого 17-метрового монстра было три пары лап, чем-то напоминающих крылья, а на спине вдоль гладкого на ощупь тела росла колючая грива. Что это за животное такое, никто, естественно, не узнал до сих пор. Но в 60-х годах прошлого века известный американский криптозоолог Айвен Сандерсон, изучая очередную выброшенную морем огромную разложившуюся тушу неизвестного животного, так и не смог определить ее принадлежность к какому-либо из морских обитателей. Но зато придумал для подобных неопознанных монстров звучное название – глобстеры. Следующая встреча человека с глобстером произошла в 1896 году у берегов Сент-Огастиного, Флориде. Его тело на момент находки уже сильно разложилось и наполовину было погребено в песке. Однако ученые все же определили, что внешне этот монстр очень похож на гигантского осьминога или кальмара. Ученые уверяют – длина этого чудовища достигала 23 метров, а ширина – около 5. Но самое удивительное, что при жизни этот глобстер весил примерно 18-20 тонн и раскидывал свои щупальца на расстояние 45-60 метров. Выброшена туша кальмара гигантского. Здесь надо вопрос ставить по-другому, то есть существуют ли гигантские кальмары. Да, существуют. То есть вопрос, на какой глубине они обитают. Нечто подобное случилось в 1960 году и на мысе Сенди. Это в западной Тасмании. После очередного шторма на берег выбросило странное существо длиной около 6 метров и весом не менее 5 тонн. На теле глобстера виднелось несколько отверстий, напоминающих жабры, но при этом ничего похожего на голову или плавники не было. Лишь только одна бесформенная масса. Останки загадочного монстра были покрыты бледными маслянистыми волокнами, похожими на волосы. И почему-то ученые решили, что это разложившаяся туша кита или огромные акулы, их жировая масса. Поразительно, но только через 18 месяцев ученые решили отправить эту тушу на исследование. Тщательно изучив кусок плоти загадочного существа, эксперты так и не смогли определить, какому известному виду морских животных оно принадлежит. Главная проблема исследования в том, что волны выбрасывали на берег уже слишком разложившиеся массы. Дать стопроцентный анализ по такому состоянию биоматериала не может ни один генетик. Ведь многие виды имеют схожее ДНК, но тем не менее это разные животные. Мировая история насчитывает еще десятки и даже сотни подобных необъяснимых находок. И что самое удивительное, все эти монстры внешне напоминают совершенно разных морских обитателей, но при этом по своему составу, как показали экспертизы, они все почему-то абсолютно идентичны. Так может быть, современные методы анализов тканей все же недостаточно совершенны. И на самом деле, глобстеры – это останки животного, которое просто до сих пор неизвестно науке. В Казахстане скупщики готовы приобрести ретро-холодильник ЗИЛ Москва 50-х годов за любые деньги. Состояние не имеет значения. Чем объяснить столь высокий спрос на, казалось бы, старый хлам? «Оказывается, в советских времен существует легенда, что для их создания была использована так называемая «красная ртуть» – чудо изобретения советских ученых. Ее никому не удалось увидеть. Сам факт ее существования до сих пор под вопросом. Тем не менее, охота за волшебным веществом не прекращается много лет. Так в чем же его невероятная ценность? По легенде, «красная ртуть» – вещество, синтезированное советской оборонкой. Считалось, что на основе этого радиоактивного катализатора в СССР разработали целую линейку уникальных видов оружия. В конце 1970-х годов мировое сообщество было потрясено известиями, что «красная ртуть» якобы присутствует в детонаторе термоядерной бомбы, а также в сверхмощных лазерах, способных с космической орбиты поражать наземные цели. Естественно, за этим веществом стали гоняться другие страны. Союзники СССР напрямую обратились к советскому руководству с просьбой предоставить им образцы этого уникального вещества. А шпионы спецслужб стран НАТО предприняли отчаянные попытки раздобыть многофункциональный катализатор, вербуя специалистов на промышленных объектах, которые теоретически могли иметь доступ к «красной ртуть». На этой волне советские контрразведчики задержали десятки иностранных агентов. Эксперты не исключают, что слухи о синтезе «красной ртути» были намеренно запущены КГБ. Спровоцировав активность шпионов, их было проще рассекречивать. Идет слив народ в гаражах, за портвейном, в пивнушках. Вот у нас есть секретное. Мы делаем для ядерного. Все это все воспринимается. И, говорится, подтвержденные слухами и сплетнями, да, да, там делают, да, вот есть разговоры на эту тему, именно, да, в области ядерной энергетики. Все, все нормально. Слив произошел, слив произошел с высоким фронтом. Это профессиональная работа хорошего контрразведчика. Достоверно известно, что в 1989 году сотрудники ЦРУ, МОСАД и МИ-5 провели несколько сотен контрольных закупок. На поиски «красной ртути» были потрачены миллионы долларов. Однако ни в одной из партий уникального вещества не оказалось. Везде в основном был подкрашенный спирт из термометров. Красная ртуть, это же было, ох, ох, красная ртуть, один грамм, миллион долларов, якобы. Потому что взял термос, отвез и стал сразу Рокфеллером. Ну, я не встречал ни одного олигарха у нас, который бы продал, видел хотя бы полграмма этой ртути и продал бы его. Нет, нет, это из области сказок. Дельцы изготавливали поддельные документы, якобы подтверждающие, что вещество синтезировано на предприятиях отечественного военно-промышленного комплекса. Достоверности придавали и газеты, в которых периодически появлялись статьи, что с военного завода неизвестными похищены цистерны красной ртути. Естественно, эти публикации были проплачены самими аферистами. История про ртуть оказалась невероятно живучая. Относительно недавно в Уфе были задержаны мошенники, которые пытались продать термос, наполненный подкрашенной ртутью за 5 миллионов рублей. Жюрики объяснили покупателям, что выкрыли вещество с одного из местных оборонных заводов. А тот изготовлял это вещество, красную ртуть, по заказу Европейского центра ядерных исследований. Разумеется, конечно, это было неправда. Самый громкий скандал, связанный с красной ртутью, разразился в начале 1990-х. Выступая в парламенте, вице-президент Александр Рудской заявил, что обладает чемоданом компромата на разных должностных лиц, которые якобы продавали за границу выдуманное вещество. В мошеннических сделках обвинили Екатеринбургский концерн, по-моему, он назывался «Промэкология», который собирался отправить за рубеж 10 тонн этого вещества. На это руководство предприятия заявило, что против него идет борьба, главная цель которой – очернить президента России, Бориса Ельцина. Более того, отвечая на обвинение, главный инженер концерна «Промэкология» Василий Кривенюк заявил, что красная ртуть существует и что торговля ею ведется на вполне законных основаниях. В качестве доказательства он сообщил, что якобы существует даже секретное постановление правительства России, которое разрешает производство красной ртути на базе концерна. В итоге все же ни один покупатель уникального вещества так и не увидел. Несмотря на это, даже сегодня удивительная ртуть остается успешным коммерческим проектом. Далее в программе. В Керчи археологи обнаружили скелет человекообразного. Что это за существо? Неужели догадки уфологов верны? И в Крыму когда-то жили представители неизвестной расы? Мы не сомневаемся, что останки принадлежали маленькому мальчику, при имени Сарматов, второй век до нашей эры. Сенсационная находка археологов. Стены неизвестного дворца найдены под тюрьмой атаманской эпохи. Кому принадлежала постройка? И почему эксперты предполагают, что на этом месте мог проходить суд над Иисусом Христом? Именно в этом месте был вынесен ему смертный приговор по антимпилатам. Жители Китая сняли на видео летающий мегаполис. Что это? Обман зрения или испытание неизвестной технологии? Как ученые комментируют увиденное? И может ли проекция оказаться отражением параллельного мира? В Китае наблюдалось явление под названием фотоморгана, которое возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуются несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. Кровавые реки и дожди. Как объяснить эти шокирующие явления? Может ли это быть следствием токсичных выбросов? И станет ли обычным для нашей планеты такой новый вид осадков? Выдвинули такую гипотезу о том, что раз нет ДНК, значит, какая-то иная форма биологической жизни. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Во время раскопок в Керчи обнаружили останки странного существа. Его нашли в некрополе Кайзау. Скелет напоминает собой человеческий, но очень маленького роста. Череп сильно вытянут, голова непропорционально больше туловища. Находку датируют примерно вторым веком нашей эры. Но что это за создание? Неужели уфологи правы и на территории Крыма жили представители неизвестной расы? Уфологи выдвинули свою версию происхождения найденных в Керченском некрополе останков. По их мнению, это свидетельство существования так называемых гуманоидов. Однако историки не разделяют эту точку зрения. Мы не сомневаемся, что останки принадлежали маленькому мальчику из племени Сарматов, второй век до нашей эры. У них была такая традиция, что они искусственно деформировали череп. Археологи сделали вывод, что ребенку на момент смерти исполнилось полтора-два года. Рядом с телом найдены бусины, браслет и черепки кувшина, принадлежавшие культуре Сарматов. Мальчик был погребен головой на восток. На черепе остались глубокие следы от повязки, которую, по свидетельствам историков, обычно надевали на ребенка в первые дни жизни. Исследователи не исключают, что мальчик погиб от осложнений, возникших после этой процедуры. Но зачем кочевой народ так уродовал своих детей? Почему такая голова? Ну, ответ напрашивается очень простой. Соответственно, в этой голове достаточно много знания и умения. Макрокефалы, так называют людей с длинными черепами ученые, существовали у разных народов. По версии историков, подобные останки чаще всего принадлежали знатным мужчинам, реже – женщинам. Считалось, что таким образом князья и цари обозначали свою принадлежность к высшему сословию. Но есть и другая версия. На мой взгляд, суть данных экспериментов была в том, чтобы физически изменить состояние организма будущего воина и за счет деформации черепа возможно как-то изменить кровоток, увеличить давление на голову и высвободить из будущего воина ярость, жестокость и тем самым добиться необходимых на тот момент задач связанного с выживанием. Римский поэт Овидий, побывавший на Черноморском побережье в городе Томы, назвал сарматов свирепыми воинами и сравнил их с богом войны Марсом. Другой поэт Гай Валерий Бальп рассказывал о свирепой сарматской молодежи и их животном рёбе. Но больше всех удивлялся греческий историк Геродот. Он отмечал, что ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьет хотя бы одного врага. Сарматы были очень сильными воинами. У них была самая сильная, мощная такая силовая конница, луки, стрелы, мечи. И с историки того времени указывают на то, что строение черепа сарматов указывало на их силу и на их силу духа, на мощь. Взаимосвязь между формой головы и агрессивностью подтверждают многие эксперты. По их словам, народы, практиковавшие перевязку черепов, всегда отличались особой жестокостью и воинственностью. Кроме сарматов, в этом списке скифы, гуны, племена Закавказья, хазары и хетты. Но самое удивительное – перевязку черепов практикуют до сих пор. Доподлинно известно, что искусственные деформации черепов добивались в очень многих странах. Советский антрополог Левин выделял такие регионы, как Северный Таджикистан, Афганистан, Узбекистан и Туркменистан. На сегодняшний момент такая практика существует в Индии. Римский историк Амиан Марцелин вот так описывал обряд инициации у сарматских воинов. По его свидетельству, первый этап мальчики проходили в пятилетнем возрасте. С их голов снимали повязки и вручали первый комплект оружия. К 12 годам юноша считался сформировавшимся воином. Перед лицом своего племени он должен был вступить в бой с пленным врагом. Сарматы были жестокими, но справедливыми. Если побеждал пленник, его освобождали. Если юноша, он стоил 10 иноземцев. Так в чем же секрет вытянутой головы? Представьте, что у вас болит голова месяц, год, годы. И в этом состоянии вам тяжело найти с кем-то диалог, да? То есть дружелюбное общение, да? А у макроцефалов эта голова болела у них всю жизнь. Современные исследования черепов макрокефалов позволяют предположить, что повязки мешали нормальному функционированию гипофиза и связана с ним гипоталамуса. Одна из функций этих областей мозга – выработка гормонов. Ученые предполагают, что без окситоцина человек становился агрессивным. Активизация другого гормона – соматотропина – влияла на рост. Именно поэтому, говорят специалисты, многие обладатели вытянутых черепов были очень высокими. По состоянию исследования черепов, значит, жрецы сарматов очень хорошо узнали анатомию. Сдали, как воздействовать на отдельные участки мозга. Занимает историков и другой вопрос. Откуда появилась мода на вытянутые черепа? Случайно это произошло? Или у древних народов был перед глазами чей-то пример? Некоторые ученые появление макроцефалов объясняют эффектом конвергенции. Дескать, всем племенам, которые проходили через одни и те же пути развития, эта мысль сама по себе забралась в голову. Я скептически отношусь к этой теории. Ничего никогда не происходит беспричинно. Вероятно, наши предки общались с другими расами или пришельцами, у которых были удлиненные черепа и захотели быть на них похожими. Самое простое подражание – подражание по внешнему признаку. Мы вряд ли узнаем, у кого сарматы подглядели технологию перевязки черепов. Но, похоже, она имела колоссальный эффект. Сохранились хроники, в которых говорится, как тысяча бесстрашных сарматов разбила войско римлян, превосходившее их по численности в восемь раз. Ряд историков предполагают, что этот народ мог дойти до территории современной Франции, где организовал свое собственное царство. Одним из доказательств этой версии считается факт, что в Тулузе вплоть до начала 20 века существовала традиция деформации черепа. В Израиле археологи обнаружили предполагаемый дворец царя Ирода. Две стены под тюрьмой периода Атаманской империи. По мнению экспертов, эти строения относятся к первому веку до нашей эры. А сам характер постройки напоминает собой описание знаменитого дворца около горы Сион, где происходил суд над самим Иисусом Христом. На чем основаны предположения ученых? И может ли эта находка стать новой христианской достопримечательностью? До недавнего времени считалось, что дворец Ирода Великого был бесследно уничтожен. Если верить архивам, то прекрасную постройку разрушили во времена римского завоевания. Но обнаруженные в ходе раскопок в армянском квартале к югу от башни Давида опорные стены предположительно могут быть частью масштабного строения. Дворец превосходил все здания в Иерусалиме. Его описание сохранилось в древних источниках. Это были величественные залы, украшенные драгоценными камнями, серебром и золотом, а на потолках декорированные деревянные балки. Фасад был обильно украшен колоннадами на открытых террасах. Иосиф описывает в своих трудах дворец Ирода как верши совершенства. На его территории были длинные тенистые аллеи с садами, фонтаны медные, различные строения и также башенки, в которых жили приручные голуби. В истории Ирод Великий или Херодус, так при жизни звучало его имя, больше всего известен как царь, инициировавший то самое библейское избиение младенцев. Этот эпизод описывается только в одном Евангелии от Матфея. Согласно Писанию, узнав о рождении Иисуса от волхвов, Ирод Великий приказал им поклониться младенцу, а затем вернуться и рассказать о месте нахождения новорожденного. Но те не пришли к нему, и тогда обманутый правитель приказал избить всех младенцев в Вифлееме. В результате многие из них погибли. Но некоторые исследователи считают, что злодеяния этого монарха сильно преувеличены. В те времена, по мнению историков, такая жестокость не была уникальной. На царский престол Ирод взошел как римский узурпатор, и его кровавые репрессии, по мнению экспертов, в те времена были типичными методами борьбы за власть. Только утвердившись на троне, царь Ирод сразу же создал охранку и летальную полицию, для того, чтобы следить за недовольными в Иерусалиме, которых было на то время очень много. Результатом деятельности этой охранки или тайной полиции было то, что больше ста недовольных людей просто исчезли. Это было достаточно большое количество для того времени. Он казнил родственников своей жены, также казнил ее и позже казнил двух своих сыновей. Но не все деяния Ирода отличались жестокостью. В архивах сохранились упоминания о том, как царь пожертвовал всю казну и ценности из личного дворца, чтобы закупить у египетских торговцев провизию для жителей страны в период голода. Он на свои деньги строил дворцы, ремонтировал великий храм. Но он был ставленником Римской империи, был предан ей, и поэтому на него в Израиле всегда смотрели как на врага, неважно, какие блага он пытался привнести в жизнь людей. За время своего правления Ирод Великий буквально отстроил Иерусалим заново. До сих пор большинство археологических находок на территории Святой Земли по датировке относят к периоду его правления. Однако именно дворец Ирода имеет для ученых особое значение. Если посмотреть хронологию событий, то мы видим, что именно в этом дворце происходил суд над Спасителем Христом. И именно в этом месте был вынесен ему смертный приговор по антиимпилатам. Насколько велика вероятность того, что археологам удалось раскопать руины древнего дворца, неизвестно. Принадлежность найденных стен к великой постройке не более чем предположение. И мог ли Иисус быть приговоренным к смерти именно на этом месте – вопрос тоже спорный. Но если ученые смогут доказать, что находка действительно относится к дворцу, то, возможно, появится еще одно место паломничества христиан. Жители китайского городского округа Учжун запечатлели на видео целый город с несколькими небоскребами, неожиданно возникший на облаках. В интернете тут же появилось несколько гипотез о происхождении этого феномена. Большинство пользователей склоняются к версии о неизвестном явлении, способном открыть врата в параллельный мир, частью которого, по их мнению, и является небесный мегаполис. Другие считают, что увиденное может быть проекцией или посланием от цивилизации из космоса. Конспирологи же уверены, что картинка не что иное, как испытания военными новых разработок. Но что же это на самом деле? Город-призрак появился в небе после сильного дождя, словно радуга. Небоскребы парили в воздухе около получаса, а затем исчезли так же внезапно, как и появились. По словам очевидцев, небесные здания выглядели довольно футуристично. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что загадочный город может находиться в другом измерении. Однако конспирологи считают, этот мираж – результат некоего секретного военного эксперимента. Впрочем, эксперты уверяют, обе эти версии не имеют ничего общего с реальностью. В Китае наблюдалось явление под названием фотоморгана, которое возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуются несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальное отражение. В результате человек может видеть в небе отражение объектов, находящихся за горизонтом. Моргана – это сложная оптическая иллюзия. Явление крайне редкое, но все же иногда случающееся. В 2011 году, опять же в Китае, над рекой в местечке Хуаньшань появился похожий город-призрак. По мнению экспертов, фотоморгана появляются в Китае из-за ужасной экологии. В Поднебесной находится большая часть производств всего мира. Фабрики и заводы каждый день выбрасывают в небо, отравленные различными отходами дым. Специалисты не исключают, что при определенных условиях частички этого дыма в атмосфере могут превращаться в своеобразные линзы и проецировать изображения реальных объектов на многие десятки, а то и сотни километров. Еще одна возможная причина появления фотоморгана – это изменение температур. После сильных бурь и штормов все чаще до самого горизонта в воздухе зависает плотная взвесь тумана и смога. Поэтому, если вы увидите корабль в небе, то это может быть не НЛО, а обычный мираж, который является результатом атмосферных инверсий, которые чаще всего вызваны изменением климата. Исследователи этого явления утверждают, что фотоморгана – это мираж. Иллюзорная картинка двигается и меняет угол преломления. Но, несмотря на сверхреалистичность, приблизиться к проецируемому объекту не удастся. Вместе со зрителем будет двигаться и само изображение. Такие видения, по словам экспертов, могут возникать, если воздух насыщен водными парами. Именно по этой причине чаще всего фотоморгана наблюдают моряки. Моряки видят мираж фотоморгана, не подозревая об этом, и принимают проекцию за парусник-призрак. Если говорить о видении с научной точки зрения, то в тысячах километрах от иллюзии проходит корабль, оптически приближенный гигантской линзой. Кстати, ни разу не было зафиксировано ни одного одинакового описания призрачного голландца. В 1941 году команда британского судна «Вендор», находящегося в районе Мальдивских островов, заметила на горизонте горящий корабль. Моряки устремились на выручку, но не успели. Судно утонуло, причем бесследно, не оставив ни обломков, ни пятен мазута. И только на суше капитан Вендора узнал. Атакованный японскими торпедоносцами крейсер «Рипалс» действительно затонул. Вот только произошло это неподалеку от Цейлона, примерно в 900 километрах от Мальдив. Действительно, в пустынях существует определенный вид миражей, когда видны водоемы, как будто находящиеся вблизи путешественника, путника, а на самом деле находящиеся на гораздо большем расстоянии. Вот это действительно связано уже с оптическими свойствами нашего воздуха, которые немножко искажают угол зрения человека при определенной высоте Солнца над горизонтом. И тогда человек видит как бы загоризонтное явление. То есть видит объект, который находится как бы за горизонтом на самом деле, на гораздо более удаленном расстоянии, чем ему представляется. Некоторые люди клянутся, что видели призраков, и даже предъявляют документальные доказательства своих встреч с потусторонним миром. По мнению экспертов, рассказчики страшных историй не врут. Они действительно могли увидеть и даже сфотографировать полупрозрачный человеческий силуэт. Однако исследователи утверждают, что это не привидения, а оптические иллюзии, миражи. Чаще всего встречи с призраками происходят на рассвете в жаркие дни, когда от Земли еще поднимается пар. Воздух может быть насыщен водными парами, но при этом надо объяснить, насколько это насыщение, оно меняет вот эти оптические и пространственные свойства воздуха, что позволяет человеку как бы обернуться на самого себя и увидеть самого себя, то есть как бы он прокручивается в пространстве на некоторое ограниченное время. Однако призраки-одиночки не идут ни в какое сравнение с парящими в небесах городами. Экологи прогнозируют, что такие феномены будут возникать все чаще из-за сильного загрязнения воздуха и плотного смога, висящего над промышленными городами. Впрочем, для того, чтобы увидеть Фата-Моргана, не обязательно ехать в Китай. Ученые говорят, что наблюдать это редкое явление можно и в нашей стране, на Байкале. Чаще всего миражи фиксируют летом у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Солнечной и у острова Большой Ушкани. Климатологи считают, что причина их возникновения – потоки теплого воздуха над прохладной водой. В слоях атмосферы с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают загадочные фантастические формы. Эпидемия кровавых приливов захлестнула Балтику. Кромка побережья и волны у берега все чаще окрашиваются в тона темно-красного цвета. Это явление раньше встречалось в основном в Индии, и чаще всего экологи называют его причиной токсичные выбросы от производства. Однако в Балтике происходит нечто иное. Ученые считают, что у красных дождей и рек есть естественное природное объяснение. Но какое? И опасно ли это явление для человека? Вот такие невероятные осадки выпали в Индии. Местные жители испытали настоящий ужас. В 2001 году в штате Керролла ежедневно в течение нескольких месяцев шел кровавый ливень. Потоки кармина красной жидкости пачкали одежду людей и обжигали кожу. Очевидцы сообщали, что с деревьев осыпалась сухая серая листва. Выдвинули такую гипотезу о том, что раз нет ДНК, значит, какая-то иная форма биологической жизни. Очень многие метеориты, они взрываются, не попадая на Землю, а в верхних слоях атмосферы. А потом они мигрируют по этим слоям, опускаются вниз и с дождем могут упадать. Ряд специалистов предполагает, что красный оттенок дождей – это следы от химикатов, которые активно вырабатываются современными производствами. Но как тогда объяснить кровавые дожди, о которых сообщают древние источники? Ведь в первом веке нашей эры никаких химических производств не было. Первый документально зафиксированный кровавый дождь выпал в Париже в 582 году. Очевидцы отмечали, что осадки, попадая на кожу, оставляли на ней красные пятна. В конце 16 века потоки крови почти неделю низвергались на Голландию. Они окрасили здания, деревья, ограды и затопили территорию площадью в десятки квадратных километров. Ученые того времени посчитали, что багровый дождь образовался от испарения крови убитых на бойне быков. Все люди, ну скажем, лет 200-300 тому назад были крепко заряжены на всяких чудесах, которые им и показывали чудеса, и рассказывали о них очень много. И все это кара божья. Кровавые дожди, уж сам цвет крови, который каплями падает на землю, тем более, что это еще вот эти дожди, которые выпали в Индии, они еще имели такой запах крови животных, забитых. Вот, поэтому это еще добавляло. Все это вместе создавало, конечно, такой жутковатый фон. В России кровавые дожди тоже случались. По ним даже назначали расследование. В конце лета 1981 года такие осадки были в Рыбинске. Полицейский дознаватель записал показания очевидцев, рассказывавших про красную жидкость, которая лилась с неба на поверхность Волги, изобильными полосами и окрашивала реку в цвет вареной свеклы. Через день кровавый дождь прошел уже над всем городом. Следователь по фамилии Мытарь отметил, что жидкость кровавого цвета намертво окрашивала одежду прохожих и отстирать ее было невозможно. При попадании на кожу ощущалось болезненное сжение. Комиссия по расследованию инцидента пришла к выводу, что причиной красного дождя стали выбросы из заводских труб при производстве красителя. Только эта версия не объясняла странный запах осадков. Существует версия, что красные дожди в Ярославской области, в районе Рыбинска, других достаточно близких к Москве городов, связаны с тем, что в воду попадают выделения бабочки-боярышницы, которая при выходе из кокона оставляет пигмент, очень похожий по цвету на человеческую кровь. И либо этот пигмент растворяется дождевыми потоками, либо он как-то подхватывается в атмосферу и выпадает уже вторично вместе с каплями дождя. Другой, не менее пугающий феномен – кровавые приливы. Вот уже год, как побережье Балтийского моря окрашивается в розовые и алые цвета. По мнению ученых, причина кроется в токсичных красных водорослях пророцентру минимум. По словам биологов, их ареал обитания стремительно расширяется. Из-за абсолютной всеядности эти микроорганизмы есть во всех морях и океанах. Океанологи применили против водорослей химикаты, но ожидаемого эффекта не добились. Водоросли – такая субстанция, которую крайне трудно извести пестицидами, поскольку они их, во-первых, приносят из глубин моря, где слишком большая водная толща, которую протравить практически невозможно. Но и более того, водоросли питаются не только органическими соединениями, растворенными в воде, но и органика, которая попадает в воду в результате человеческой деятельности. По мнению специалистов, экосистема Балтийского моря крайне нестабильна. Так называемые красные водоросли колонизировали уже большую часть побережья. Любая монополизация биота означает необратимое нарушение экологического равновесия. Потому что, грубо говоря, если засадить, например, заливной лук одной люцерной, берем пример из традиционного сельского хозяйства, то коровы не могут питаться исключительно одной люцерной, им нужны другие травы, там, мятлик и так далее. То же самое происходит и в морской акватории. Монокультура водорослей, скажем так, означает гибель для рыб, для других обитателей и впоследствии необратимое нарушение экологического баланса. Ежегодно в мире выпадает от 10 до 50 кровавых дождей. Чаще всего такие осадки случаются в Индии, странах Ближнего Востока и в Африке. В одних обнаруживают частицы песка и глины из пустыни, в других – водоросли, пыльцу или лишайники. Впрочем, исследователи говорят, у каждого красного дождя своя причина. Известный российский ученый Владимир Вернадский считал аномальные осадки ответом планеты на вредную деятельность человека. И сейчас эта теория имеет немало сторонников. Английский мыслитель Джон Лок считал, что никаким другим путем нельзя прийти к истине и овладеть ею, кроме как копать и разыскивать ее, как золото и скрытый клад. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok